Это будет выигрышный матч, рассчитывали игроки Саровской команды, выходя первый раз в этом сезоне на домашнее поле. И поначалу ожидания самих спортсменов и болельщиков оправдывались. После первого перерыва команды с полей уходили со счетом 2-1 в пользу Сарова. После перерыва соперник Симар Сервис быстро сравнял счет. Исход игры решился уже в дополнительное время. Саровчане пропустили свои вороты неожиданный третий гол. Видимо, что-то пошло не так. Пропустили в конце ненужный мяч, еще и удаление ненужное. Будем работать над этим. Над психологией футболистов, потому что так нельзя. До этого сезона Саров играл в высшей лиге. Чемпионат области занял в прошлом году последнюю строчку турнирной таблицы. А в этом играет в первой лиге. На счету Саровской команды уже две победы и несколько поражений. Состав игроков практически не поменялся, а вот тренер новый, Артем Данилин. Проблемы остались все те же. Нехватка финансирования. Так приходится ни одного легионера фактически нет. Команда строится чисто на своих ребятах. Ну там 3-4 еще приезжих, там ребят с Вознесенского, но они давно играли за нас. Были бы финансы, скажем так, может быть и усилили бы какие-то там, наверное, позиции. А так, что имеем, тем тому и рады. 6 июня наша команда на своем поле примет Рубин из Ордатова. Будущий соперник Сарова – один из лидеров чемпионата в первой лиге. Начало матча в 16 часов. Вход свободный для лиц старше 12 лет. Екатерина Пенова, Евгений Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров-24.